В школах сегодня так тихо, что сдаётся у них никого не ома. Но это только сдаётся. На самой справе в первой половине дня в выпускных классах кипела праца. 11-ти классники сдавали первый экзамен. Тексты для написания работы по математике и переказов по белорусской и русской мовах, как и что год, были огучены по телебачению и радио и размещены на информационном ресурсе Министерства Адукации. В 9-й литской школе селита 1-11 класс, и он профильный. На повышенном узровне одни его учени выучали математику и английскую мову, другие – русскую и английскую мовы. Отповедно, сегодня первые писали экзаменационную работу по математике, а другие – переказ по русской мове. На решение задания у юнаки и девчата имели 5 годин, а на написании переказа – 4. В этого часа им было достаточно, чтобы справиться. Многие сдавали работы загадя. Текст был хороший, в меру трудный, в меру лёгкий. Мы долго готовились к тому, чтобы хорошо написать. Наши преподаватели очень много времени потратили на то, чтобы весь материал снова повторить. Огромная благодарность им за это. И, в принципе, всё проходит хорошо. Я рассчитываю на повышение оценки, потому что вариант действительно лёгкий попался, потому что мы всё прорешивали. Опять же, ничего необычного не было на экзамене. Для меня и для моих эндоклассников. Волнение сказывается? Ну, не особо. Всё спокойно, всё хорошо. Тривалые веды, вера в свои силы и умение перемогать хваляванием. Это есть у 11-ти классников, дякуючи педагогам. Подрыхтовка до выпускных экзаменов в девятой школе проведена великая. Она и шла и на уроках, и на додатковых занятках, и подчас консультаций. Сами ребята так само старались, как мога лучше подрыхтоваться. Тому не одну годину на тыдень отдавали самостойной работе по предметах, якие треба сдавать. Два вузная – английская мова и история Беларуси, и два письмовые – математика и на выбор белорусская тирусская мова. Школьные экзамены – это, конечно же, очень ответственное и волнительное мероприятие. Поэтому подготовительная работа, которая проводилась с нами, она была начата уже задолго до начала экзаменов, и, конечно, она была достаточно значительная. В первую очередь были проинструктированы педагогические работники о том, как должны проходить экзамены. Далее для учащихся были организованы консультации на протяжении всего учебного года, для того, чтобы они могли действительно хорошо подготовиться, успешно сдать экзамен. Ну, и, наверное, основной нашей задачей является создание благоприятного эмоционального климата на экзаменах. Поэтому для проведения экзаменов созданы все необходимые условия. Подготовлены учебные кабинеты, организовано дежурство медицинского работника, педагога-психолога. Ну, и в целом работаем над тем, чтобы настрой на экзаменах был деловой, позитивный, мы, конечно же, за то, чтобы наши дети подтвердили и повысили свои отметки на экзаменах. Желаем им успешной сдачи экзаменов и, конечно же, удачи на централизованном тестировании. Вселетний выпуск у девятой школы невеликой. Усяго 21 человек. Про кожного педагоги могут рассказать шмат. В целом же отзначают – вселетний выпуск вельми поспеховый, тому его будут вспомнить и поравновать зым иншие. В этом классе обучаются два претендента на золотую медаль. Восемь отличников, пять победителей Олимпиад. И в целом ребята очень активные, очень много у них побед в творческих конкурсах, спортивных состязаний. Поэтому мы, конечно же, желаем им удачи и найти свою дорогу в жизни. У 11-ти классников зараз практически каждый день напружены. Гэтытый день почался с линейки, присвеченной опошнему звонку. Сегодня первый выпускный экзамен, в пятницу – другой, в понеделок – третий. И в таким непростым темпе выпускники будут жить как минимум до опошнего централизованного тестирования, а завершится оно 6-го липеня. Потом будет поступление, и это так само хвалявание. Так что соправданный отпочинок у выпускников почнется только в жнивне. Продолжение следует...